Особое мнение на 101FM Я вспомнил одного из предыдущих глав администрации города Кирова, Александра Перескокова, если быть точным. Однажды он пообещал к 8 марта полностью очищенные тротуары, по крайней мере, в центре города, чтобы женщины в свой праздник, Международный женский день, могли прогуляться на каблуках. Вот интересно, нынешний сити-менеджер Вячеслав Николаевич, он, видимо, более адекватно ситуацию оценивает, не дает таких смелых обещаний. Вячеслав Николаевич весь в процессе, поэтому я думаю, что его задача как раз сейчас в том, чтобы, по крайней мере, попытаться как можно больше, чтобы ушло воды, потому что, ну, это ж весна, это сейчас начнется и ночные похолодания, и дневные... Тоттепель и заморозки, да. Тоттепель, да, и, наверное, пользуюсь возможностью, наверное, хочу тоже, мало ли кто не в курсе, предупредить, на улице холодает, и к вечеру там до 10 градусов мороза, поэтому гололед, скорее всего, будет усиливаться, поэтому будьте осторожны и внимательны. Ну, на совещание у губернатора сегодня поднималась, да, эта в том числе тема? Тема поднималась, но она поднималась уже в контекстах, как говорится, реагирования, да, то есть один из таких ключевых вопросов, это был вопрос, связанный с ливневками, потому что, ну, уже вчерашний день показало о том, что уже один день тепла, начались большие-большие ручьи, уже начались подтопы, и из-за подтопов уже начались пробки, там, и на Московской сегодня пробка, и в ряде других районах города. Поэтому вот в этой части тоже был разговор, и вторая сторона разговора была по поводу очистки крыш, да, то есть жилая инспекция контролирует. Еще минимум об одном факте, да, падения снега было сообщено на женщину. То есть, соответственно, как бы контроль сейчас надо будет усилиться, при всем при этом, наверное, следует обратить внимание, в обоих случаях, по данным управляющей компании, крыша была накануне почищена. То есть, получается, что... Мы имеем в виду инцидент на Ленина-107, и вот на Воровского, о котором сегодня шло. Получается, что крыша уже начинает прогреваться, и поэтому снег скатывается намного быстрее с него, поэтому вот это уже нужно быть и внимательнее людям, и более требовательным, наверное, жилой инспекции, всем контролирующим структуру, чтобы, не дай бог, никто не пострадал. Вечерных происшествий. Ну, тут приходится еще одного бывшего уже тоже сити-менеджера вспомнить, Илью Шульгина по поводу ливневой канализации. Я помню, там речь довольно активно велась, как-то вот в один из периодов Илья Вячеславович обещал разработать даже новую схему ливневой канализации, по-моему, в исторической части города, и тогда даже озвучивались примерные суммы. Ну, дорогое это, конечно, удовольствие. Ну, а вопрос и поинтересоваться вашим мнением я хочу все-таки в плане уголовного дела, да, у нас завершилась зима, наступила календарная весна, и у нас вот решение судебное по двум известным для вас, да, хорошо, людям, Илья Шульгин и Владимир Быков, экс-глава города, который получил приговор в виде девяти лет колонии строгого режима. Ну, а Шульгин, его приговорили к двум с половиной годам общего режима. Как оцениваете эти приговоры? Грустно ли? Ну, или вполне себе хладнокровно воспринимаете это все? Я, на самом деле, считаю уже, что это такой уже перманентный процесс, который происходит во власти уже, но в Кировской области достаточно давно, да, то есть мы уже даже никак, собственно, и не реагируем, и посты, когда появлялись в телеграм-канале или в других каких-то мессенджерах, связанные с объявлением этих сроков, уже не вызывали столь бурное обсуждение, да, то есть люди, как бы, скорее всего, ну, уже не то, что смирились, да, там уже спокойно отнеслись, если не сказать, что безразлично отнеслись. То есть как часть жизни такая уже, да? Кого-то судят, кого-то из бывших руководителей приговорили. Ну, давайте так, я бы, на самом деле, и, может быть, сразу уже разговор чуть-чуть в другую сторону, то есть давайте мы все-таки будем говорить не о должностях, а будем говорить о людях, да, то есть, потому что в конечном итоге, там, ну, есть и люди достаточно порядочные, есть люди, там, давайте вспомним историю с Сергеем Чуриным, да, там, когда его долго-долго прессовали, прессовали, в конечном итоге отстояли, да, то есть и там всех, под одну гребенку, что вот раз он там чиновник, то там он автоматический вор. Ну, это публичные люди, это люди, которые там часто появляются на телеэкранах, появляются где-то там, говорят, условно говоря, там, какие-то звонкие слова, вот, но по большому счету все-таки все зависит от людей. И если там по главе города, там, шлейф идет, там, еще с десятых годов, там, шестого-седьмого года, да, там, практически с первых дней его появления. С 2007 года он возглавлял, да, городскую думу и главный город. И там, действительно, уже и общественное мнение было на то, что, там, да, действительно, не все хорошо у данного человека, да, то, там, по Шульгину, ну, за тот период, который, там, он достаточно небольшой период, да, проработал, получился срок... С конца 17-го по началу 20-го, да. Ну, получился срок, ну, значит, как бы, значит, было за что, да, то есть вопрос, тут вопросов может быть много, да, то есть это и человек, это и, как бы, те люди, которые вокруг них находятся, потому что мы же понимаем, что, предположим, тот же хотя бы градоначальник, да, там, спектр вопросов у него очень большой. И быть постоянно в теме по всему спектру, это, в принципе, невозможно. И дальше уже все зависит от того, насколько твоя, там, команда, команда заместителей, команда, там, руководителей подразделения, она, там, компетентна, она не сливает тебя, она не ворует за твоей спиной и так далее, да, то есть. И поэтому, вот, тут и это надо тоже, как бы, тоже смотреть, потому что, там, мы знаем, что по делу Быкова было допрошено, и после этого уволено практически, там, все руководство городской администрации. Ну, там, почищено было, да, хорошенько так, да. Вот, после Шульгина тоже много чего поменялось, да, то есть, и хочется просто пожелать каждому следующему градоначальнику, я надеюсь, что Вячеслав Николаевич, конечно, на долгие годы у нас будет, но, там, все равно кто-то будет и после, да, что, там, все-таки нужно формировать команду, нужно искать тех людей, которым доверяете вы, за которых вы готовы отвечать. И дальше эти люди должны помогать, а не подставлять руководителей. А дальше уже дело от самого руководителя, да, то есть, есть действительно те, кто, там, ну, давайте, там, честно говорить, там, ну, там, воровать воруют у нас, там, практически везде. Продавщицы, которые, там, могут где-то что-то, там, унести с работы, да, там, и кондукторши, которые могут, там, не додать сдачи, там, не говорю, что воруют, да, то есть, ну, как бы, каждый выкручивает, как может. Вопрос в том, что здесь, естественно, у этих людей и возможностей побольше, вот, но, с другой стороны, и публичности побольше, и поэтому... Ну, на продавцов и кондукторов, да, извините, не равняются, да, так не принято равняться, как зачистительные представители. Мы сейчас говорим о самом факте мошенничества, да, то есть, как таковом, да, то есть, мы же не говорим о том, что, там, давайте сравним размеры, там, сколько, там, унесет, не знаю, кондукторша или, там, сколько может, там, за месяц нарулить глава города, глава администрации города, да, то есть, мы сейчас говорим о самом факте. Вот, поэтому, понятно, что, там, вопрос разных сумм и вопрос, наверное, разных целей, да, то есть, вряд ли, там, кондуктор, который таким образом пытается, там, наживаться, она преследует цель именно, там, обмануть. Она, скорее всего, просто решает другую задачу, это повышение своего материального уровня, да, то есть, для того, чтобы, как бы, ну, жить и выживать. В отличие, предположим, от руководителей разных уровней, где изначально заработная плата уже более высокая, чем средняя по региону, соответственно, как бы, ну, тут вариантов два, да, там, либо ты довольствуешься этим и нормально выполняешь свои функциональные обязанности, либо ты считаешь, что вот тебе дали кормушку, и ты должен из нее максимально выжить. И вот тут как раз уже вопрос порядочности человека, он всплывает. Ну, вот не стыкуется никак в голове все эти факты, я думаю, не только у меня, да, в последнее время ведь много говорится о том, что диалог между, должен быть, властью и людьми, и ориентированность такая человеческая, да, должна присутствовать, то есть, во главе угла человек, а как это все сказывается на авторитете-то власти? Я думаю, что не лучшим образом. Отнюдь не лучшим образом, как бы, и... Та же явка на выборы впоследствии. Естественно, естественно. А все это еще усугубляется тем, что эти люди, в другое время выступая публично, говорят красивые, правильные слова, там, необходимости, законности, справедливости, о том, что все должны жить хорошо, богато и так далее, да, то есть, а потом там возникают уклонные дела. Понятно, что все это ведет к тому, что, там, доверие людей, оно стремительно падает вниз. И мы, как бы, это понимаем. Другое дело, что, там, система, наверное, ну, опять же, там, я уже не раз и не два в эфире об этом говорил, да, там, мы опять упираемся в то, что, там, реагировать система на это не умеет, да, то есть, там, начинают придумываться, раз уж вот о выборах заговорили, да, там, технологии, как обеспечить голосование, а не как переубедить людей прийти голосовать, да, то есть, понятно, что, как обеспечить голосование, это более дешевый вариант, более простой, более технологичный, да, там, нежели заниматься этой системной работой. Как можно поменять эту систему, как можно поменять эту ситуацию, ну, вот об этом Александр Валентинович, предположим, уже, там, не раз и не два говорил о том, что нам все-таки необходимо возрождать, ну, я это, знаете, называю, в советское время это называлось ВКШ и ВПШ, высшая комсомольская школа, высшая партийная школа, да, то есть нам необходимо заниматься тем, чтобы готовить профессиональных политиков. Идеологическая такая, готовить к школам, да, брать их, как это было в советское время, там, с самых низов, да, там, вводить и дальше, там, выстраивать карьерные лифты, карьерные люфты, куда этих людей, в принципе, можно расставлять. Вот в этом случае есть предположение о том, что люди все-таки будут работать в большей мере за идеологию, нежели за свой карман. И это, как бы, на мой взгляд, как раз является вот тем отличием, которое, собственно, должно отличать будущего там чиновника от тех, о которых мы с вами говорим. Но это, видимо, не уровень региона, это уровень всей страны. Нет, это уровень региона. Мы можем начать это сделать у себя, у нас для этого есть все ресурсы, у нас есть учебное заведение, у нас есть специалисты, мы можем создавать возможности для того, чтобы, там, те, кто будут проходить подготовку, где-то практиковались, да, там. У нас есть предприятия, у нас есть организации, где мы можем искать этих людей. То есть прорисовать карьеры в зависимости от этапа развития человека, это, в принципе, нормально. У нас, на самом деле, эта ведь ситуация, она в той или иной мере присутствует, да. Я еще в конце 90-х годов сталкивался с ситуацией, что когда, предположим, ну, тогда мы работали с молодежью, да, там, со специалистами по делам молодежи, как только специалист по делам молодежи наращивает свои компетенции, да, его автоматически переводили, там, на, там, не знаю, зам по социалу. Ну, это вполне себе нормальный карьерный рост. Да, и дальше, там, если мы эту цепочку будем продолжать, то, там, многие потом оказывались здесь, да, именно уже, там, развиваясь. Вот, поэтому, ну, такую систему. На мой взгляд, это, как бы, единственный путь для того, чтобы начать работу по системному изменению общественного мнения в сторону того, что не каждый чиновник вор, да, там, и чиновник должен работать, собственно, там, с идеологической точки зрения, ради людей, а не ради, там, кармана или, там, статуса... Барышей, да, личного обогащения. На мой взгляд, вот, каждую планерку Александр Валентинович как раз вот пытается и донести. Получается? Ну, я могу... Кстати, что-то давно не было Нагоняев таким руководителям министерств. Они стали работать на опережение. А, да? Вот, а я могу сказать, что вот эти все регулярные достаточно разговоры, это раз, во-вторых, постоянная коммуникация с зампредами, это два, и в-третьих, введение обязательных... Обязательное введение всевозможных аккаунтов публичных, да, то есть они начинают, собственно, там, местных чиновников тоже чуть-чуть перестраиваться, да, то есть они сейчас уже понимают, что там где-то что-то ты можешь сказать не так, а завтра там суд донесет об этом губернатор. Центр управления регионом, который мониторит... И, соответственно, можно попасть под раздачу, да. Тот же пример с нечищенными дорогами, там, в Чапецке регулярный процесс. Вот, то есть, ну, вот, как бы, приводит к тому, что сейчас уже вот в рамках сегодняшнего совещания уже слышали, что было введено фактически внешнее управление с точки зрения организации уборки города, да, там, когда министерство транспорта выезжало и прорисовывало схему, определяло там всю дорожную карту, как изменить ситуацию, да, то есть выдало некий... Некие рекомендации, да. То есть вот сейчас, как бы, это элемент такого, на мой взгляд, уже не столько публичного порицания, сколько уже такого достаточно профессионального предупреждения, да. То есть вот вам уже дали, грубо говоря, готовый документ, да, там, ваша задача сейчас его выполнить. Не выполните, ну, значит, будет выполнять следующий. Угу. Я напоминаю, что мы беседуем с Михаилом Курашиным, советником губернатора Кировской области. Сейчас перейдем к теме, которую так или иначе обсуждали ранее в наших эфирах. И будучи вы, вице-спикером УЗС, тоже высказывались по этим темам. Я имею в виду антиалкогольные ограничения. У нас нашумевшие новые поправки, вступившие в силу с 1 марта. Ну, там, понятно, речь идет, во-первых, о заведениях общепита, так называемых, да, наливайках, как их называют, с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров. Ну, и вот больше всего вопросов, конечно, вызвали новшества в части торговых точек, располагающихся в жилых домах, в цокольных, подвальных помещениях и так далее. До начала эфира мы начали немножко уже говорить между собой. Я вот в выходные впервые столкнулся, когда магазин, там, с определенной в периодичность, в которой я наведывался, он закрыт. И по городу таких историй очень-очень много. Законодатели, мы общались в нашем прямом эфире, в первую очередь хотели ударить, да, так скажем, по так называемым мини-маркетам, которые 24 часа торгуют и в урочное, и в неурочное время, и шкалики в том числе продают. Но вышло так, что вполне себе авторитетный бизнес пострадал от этих поправок. Как вообще такое произошло? В общем, перекос такой важный. Я не вижу ничего нового, потому что, как бы, там, все подобные ограничительные законы всегда ударят, в первую очередь, по тем, кто работает легально, официально, публично, и которых видно, да, то есть, потому что они, как говорится, вот они на счету, и их посчитать проще. Вот. Ну, я не согласен с этим законопроектом, да, там, не в том, что... Это уже закон уже. Согласен, прошу прощения с законом, да, вступивший в силу уже. Не в том, что я, там, за вот эти магазины 24 на 7, да, там, я считаю, что проблема не в нехватке норм, а проблема в исполнении тех норм, которые уже есть, да, то есть, если мы понимаем, что, там, тот или иной магазин 24 на 7 является социально опасным объектом, я более чем уверен, что найдется множество оснований для того, чтобы прекратить его деятельность. Другое дело, там, хотят или не хотят прекратить его деятельность, да, и в этой связи мне было бы очень интересно, предположим, посмотреть статистику по тому, какие... Сколько магазинов из категории 24 на 7, не включая сетевые Бристоли и Красное и Белое, там, закрылись или там приостановили свою деятельность. К сожалению, нет такой информации. Потому что, как бы, ну, вот по моим слухам, да, там, грубо говоря, из 100 магазинов, там, попало, по-моему, 15. Вот, если смотреть данные, которые приводятся по вынесению административок, там, и закрытию, да, там, и, опять же, вычесть из них те официальные магазины, сетевые магазины, там, которые закрылись, да, там, опять же, я понимаю, что, ну, единицы буквально те, кто попали под действие этого закона. Поэтому вот вопрос в том, что нужно, скорее всего, там, более основательно подходить к подготовке подобных законопроектов, нужно более основательно изучать имеющиеся нормы и причины их неисполнения. Я не верю, что у наших, там, надзорных органов, правоохранительных органов не хватает мер воздействия, да, то есть, ну, опять же, там, сделать так, чтобы они все эти мера направили на официальные магазины, это проще простого. Только люди-то от этого, там, меньше страдать не будут. И те, кто где в разлив, где, кто шкаляки, где кто неофициально, там, после установленного времени торгует, да, то есть, там, эти точки как были, так и остаются в большинстве своем, к сожалению. Поэтому вопрос, еще раз говорю, не в нехватке норм, а, мне кажется, проблема в исполнении тех норм, которые уже есть. К чему это может привести? Ну, к чему это может привести? В идеальном варианте, да, там, когда будут носиться поправки, предположим, касаемые, там, федеральных сетей, да, то есть, и это, на мой взгляд... Продуктовых. Да, это, на мой взгляд, был бы такой хороший выход из этой ситуации, да, потому что все-таки официально сетевые магазины, это магазины с именем, рекомендациями, и, как бы, у них все по закону. Но они стараются, да, соблюдать законодательство и не накалять отношения с потребителем. Худший вариант в том, что, там, так же, как вспомним закон об открытой бутылке и о курении в общественных местах, ну, закон просто через какое-то время перестанет действовать. Вот и все. То есть, никто... Его оставят только в качестве некой такой репрессивной мере в отношении кого-либо в какой-то конкретной ситуации. А в целом, как бы, ну, вот как все... Его ждет судьба всех, как всех остальных законов, когда там у нас и с открытой бутылкой запрещено и по городу ходить, и говорить вообще о своих простанцах. Ну, вот, мне кажется, вот, скорее всего, к это приведено. Ну, отмотать эту историю, на ваш взгляд, уже невозможно? Ну, тут... С этими поправками, вступившими в силу 1 марта именно. Тут тогда вопрос будет уже к законодателям, да, то есть это же тогда будет уже оплевуха в их сторону о том, что как вы принимаете законы, которые потом сами же и отменяете. Поэтому честь мундира не позволит им... Ну, понятно, понятно. Приняли, да. То есть единственное, если будет большое количество нареканий со стороны, предположим, там, той же прокуратуры относительно того, что закон не действует, да, там, тогда в этом случае, может быть, но я сомневаюсь, что такие документы появятся. Три-четыре минуты у нас остается до небольшой паузы. И Михаил Курашин, советник губернатора Кировской области, мой собеседник. Давайте перейдем к инициативам, связанным с празднованием 650-летия Кирова, что мы, собственно, часто делаем в нашем эфире. Тоже активно мы обсуждали на прошлой неделе эту инициативу, которая исходится от Вятской торгово-промышленной палаты. Но, видимо, не только Вятская торгово-промышленная палата, тут важный игрок. Я имею в виду Спасская улица, да, пешеходный участок от улицы Володарского до улицы Ленина. Андрей Юсенко, президент ВТП, у нас высказывался по этому поводу, естественно, в эфире. Мы его спросили, почему не московская. Андрей Леонидович сказал, московская, я считаю, она бесперспективная в этом отношении, потому что она, вот если двигаться с запада на восток, она упирается в улицу Ленина, и все, там ее не перейти, не перепрыгнут. А вот Спасская в этом отношении вполне себе. Ну, вы, безусловно, непосредственный участник этих событий слушали, находились в одном зале. Это в конце февраля, да, был оргкомитет очередной? Нет, это, на самом деле, чуть попозже. Это была встреча, когда Александр Леонидович встретился с предпринимателями. Эта встреча происходила как раз на улице Спаской, да, то есть для того, чтобы, собственно, показать ее возможности. Как вы оцениваете? Ну, давайте начнем с того, что любой уважающий себя город имеет пешеходную улицу. Так, да, зафиксировали. Участок, который у нас есть, улица Спаская, да, там, ну, он хороший, имеется в виду от Ленина до... Ну, квартальчик, квартальчик всего квартальчик. Он хороший, но он маленький на Казанском, да, то есть и... С другой стороны, он достаточно заметный, да, то есть и люди как бы отмечают и говорят, что хорошо, что он есть. И поэтому идея продления, создания какой-то еще одного участка пешеходной улицы, там, да, идея стоящая. Это идея, на самом деле, там, которую горожане там активно обсуждали. Почему не московская? Ну, я тоже уже на эту тему как-то несколько раз высказывался, и в том числе и у вас в эфире. Я, на самом деле, тоже считаю, что она не очень перспективна, именно с точки зрения того, что нужно понимать, что это должно быть достаточное количество точек общепита. Это должно быть минимум тех, предположим, объектов, которые активно задействуются в выходные дни, да, там, и тем самым, как бы, для которых произойдут некие нарушения графика их работы, да, там, и так далее. То есть там есть несколько аспектов. Вот. Здесь же, на мой взгляд, как бы она, улица Спаска, она более интересна в этой связи. Плюс ко всему, ну, у нас появляется, и об этом тоже мы говорим, в рамках подготовки юбилея у нас появляется некий туристический маршрут от Театральной площади по Спаской, дальше выходим к Казанскому собору, и дальше выходим... Ну, вплоть до набережной Грины, либо можно налево, либо направо повернуть. Да, к Вечному огню, и дальше у нас по набережной, то есть у нас появляется некая целостность. Я прошу прощения, давайте прервемся, все-таки сделаем небольшую паузу. Советник губернатора Кировской области Михаил Курошин на нашей студии. Продолжим через полторы минуты. Не переключайтесь. Перешли, да, к теме организации пешеходного движения на улице Спаской, но не на всей улице Спаской, а в участок от Володарского до Ленина, к существующему отрезку от Ленина до Казанской. Получается, у нас три квартала, да, и забыл уточнить, по выходным и праздничным дням пока речь идет, да, не на постоянную, не семь дней в неделю. Продолжайте, да, пожалуйста, свои соображения. Вот. Следующий момент, как раз вот четвертый, связанный с тем, что речь идет о том, что на улице Спаской все-таки и меньше жилых домов, да, тем самым людей, которых могут столкнуться с определенными там неудобствами, связанными с тем, что эта улица будет прогулочной, то есть их по минимуму. Вот. Четвертый, пятый момент это то, что нашлись предприниматели, которые готовы и готовы в том числе вложиться в этот проект. Ну, по словам Андрея Леонидовича, ВТПП сотоварищи, что называется, готовы на себя взять эти технические, в том числе, аспекты до их. Вот. Ну и там последний момент в том, что подобную практику я тоже видел в Краснодаре, где есть центральная, есть у нас Спаска не особо центральная, там есть центральная улица, называется Красная, которая вот по такому же принципу на выходные дни... Красная, значит, красивая. Да, перегораживается, и там достаточно комфортно, достаточно интересно, там, ну вот, как мне рассказывали, да, что нет такого там жесткого регламентации, там, в принципе, любой желающий человек может там со своим талантом выйти, и там кто поет, кто пляшет, кто чем угодно занимается, да, то есть, и, собственно, предприниматели с интересом идут на эту площадку. Она, конечно, там, в Краснодаре, она намного длиннее, и это тоже... Мы тоже в это можем упереться, что, может быть, и вот этих трех кварталов плюс квартал, который после, ну, может не хватать уже. Ну, одна из самых, видимо, тут проблемных точек, как это... А как быть людям, которые непосредственно на этих домах, да, живут? Как им подъехать, как им выбраться в тот день праздничный или выходной, когда движения автомобильного нет? Ну, соответственно, как бы... Ну, Вячеслав Николаевич, он тоже был у нас в эфире, он сказал, что будем общаться тоже, пытаться мешать с жителями непосредственно. Опять же, если с людьми разговаривать, компромисс можно найти, да, то есть, если делать это все административно, просто там завтра, чтобы не оповесить знаки и воткнуть столбы, которые будут выезжать, тогда, скорее всего, это будет негатив и там конфликт. Поэтому все зависит от того, и это, я думаю, тоже задача будет ВТП, да, там, разговаривать с людьми, которые там находятся. Ну, когда ВТП озвучивало эти инициативы, там, в том числе, говорилось про дни районов Кировской области, которые можно было устраивать бы, да, на этом пешеходном участке, я вспомнил, где-то я об этом уже слышал, Михаил Курашин, да, у нас в эфире об этом говорил. Было такое дело, да? То есть, идея-то витает от нас, дни районов. Дни районов или, я бы сказал, вообще площадку области, да, там, там, она постоянно витает. Вопрос там готовности районов к этому всему, да, и востребованности у них. Потому что в моем видении, да, я бы, честно говоря, сделал вот постоянно действующую где-то площадку. Вот мое предложение было и в сквере борцов революции сделать постоянную действующую площадку наших муниципальных районов, где они каждый день приезжали, торговали бы, какие-то праздники бы организовали. Перекресток Московской-Казанской, на поле, да, с Московского собора. Вот, здесь же, в рамках этой улицы, это будет сделать намного сложнее, да, то есть это, это значит, какие-то ограниченные, там, два района в день. Потому что, еще раз, она не очень широкая, там, если они разложатся со своим товаром, то они могут просто, там, сделать невозможным ее для прогулок. Поэтому, ну, я думаю, что в перспективе, если районы увидят пользу от подобных мероприятий, да, там, можно выходить на разговор о том, чтобы эту площадку делать постоянно. Просто у меня перед глазами был опыт, есть опыт Якутии, где у них есть их национальный праздник солнца, и они его каждый раз проводят в разном муниципальном образовании. Но, кроме непосредственно самого, там, событийного мероприятия, есть еще мероприятия, когда они на одной из площадок за счет, там, республиканского или районного бюджета, делают такой городок, который потом, собственно, ставят небольшие такие юрты по их нему, да, там, площадка разбивается, и на следующий год праздник переносится в следующий, там, муниципальном образовании, а этот остается, и там, как бы, проходят другие мероприятия. То есть он постоянной такой точкой, да, и выставочной, в том числе, да, продолжается остаться. Да, у них по итогам вот формируются такие площадки. И плюс ко всему, ну, все-таки, ну, мне кажется, что если районы Кировской области поздравят свой областной центр и будут поздравлять таким образом, да, там, это будет хорошо. Хорошо, ложку дегтя, тогда давайте сейчас сошлюсь на данные службы «Хэдхантер», опубликованные в конце прошлой недели. Мы говорим юбилеи города, привлечения туристов и так далее. Какие-то невообразимые цифры, я несколько раз перечитал, правильно ли я понял. 32% жителей Кировской области, согласно результатам этого вопроса, хотели бы уехать жить в другую страну, а еще 28% и того почти, две трети, получается, в другой регион. Вот давайте представим, да, миллион 200 тысяч населения Кировской области, третьим мы лишились, вот так одномоментно. Стоп, мы не лишились. Это люди говорят о своей желании. Я более чем уверен, что если провести, предположим, опросы в Москве, то там тоже выяснится, что там немалое количество, наверное, больше половины хотело бы уехать жить в Европу, в Америку. Что не резиновая могла бы стать компактнее намного. То есть у людей есть желание, и это нормально, да, то есть это как раз способствует развитию туризма, в первую очередь, когда, собственно, ну, есть возможность посмотреть и сравнить, как мы живем и как там живут остальные, и найти, в чем наши плюсы. Вот. Ну, я, честно говоря, не увидел ничего такого крамольного в этих цифрах, ну, да, люди хотят. Я думаю, что, знаете, как вы, я же думаю, тоже там общаетесь со своей женой, которая периодически говорит, хотелось бы уехать куда-нибудь в домик, в деревню. Или на Мальдивы куда-нибудь, да? Ну, на Мальдивы не жить, наверное, а отдыхать. А вот как бы там в домик, в деревню, там все тихо, спокойно, там, свой огородик, там, и так далее. Да, вот у меня там жена периодически меня этим там... Пытается подпинывать. Да, но это не значит, что мы вот там взялись завтра и поехали, да? Так моральное тут состояние-то какое, да? Вот ты живешь здесь, да, а уехать бы хотел, и как-то вот эти серые будни, они давятся. Мы же мечтаем, мы же мечтаем, да? То есть мечтаем о том, что мы приедем туда, где хорошо, забывая о том, что хорошо там, где нас нет. Да, то есть, собственно, вот мне кажется, что в этом кроется главная мысль. Минута буквально, Михаил Вячеславович. Я сейчас две инициативы в одну. Переименовать старый мост в Дымковский, новый в Филейский и построить клон диорамы. Вот если минутку, пожалуйста. Я против этих идей, да, то есть, как бы... Прокомментировать. Старый, новый мост, устоявшееся название, да, то есть, и переименование ради чего, да, то есть, и для чего, да, то есть, для того, чтобы использовали кто, да, то есть, жители по традиции будут все равно называть старый новый мост, да, то есть, может, вот появится третий мост, да, если дай бог появится. Вот тогда возникнет вопрос, что... По улице Милицейской, да, мы все время говорим об этом, да. Вот, тогда возникнет вопрос, два новых моста, придется как-то один по-другому называть, да, то есть... Диорама. Вот, диорама, ну, как бы точно тема необсуждаемая, там, привести ее в порядок, потому что она находится в парке, в одном из центральных парков. Да, это, да, наполнить новым содержанием, современным, интересным, интерактивным, да, приделывать второе крыло, я не понимаю, зачем. Ну, так или иначе, да, инициатива была озвучена, да, и получила некое распространение в социальных сетях, обсуждение, имея в виду. На этом завершаем нашу беседу. Михаил Курашин, советник губернатора Кировской области. До встречи, удачи в делах. Будьте здоровы, до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM